алина добрый вечер в это нелегкое время мы записываем очередное видео с вами и первый вопрос сразу сходу по текущим событиям в москве что происходит в москве чем дышит город как себя ведут люди что в магазинах и так далее пожалуйста дышит отчаянием и нищетой дышит предчувствия апокалипсиса но граждане так уже тихо поехали но все это конечно не выражается каких-то конкретных действиях то есть формально все остается прежним и то что было уже пять лет назад три года назад год один год назад сейчас это все черты вот этого редеградация распада население этого общественного распада этого безумия они обостряются как обостряются черты лица смертельно больного человека никто большинство справится не говорить о происходящем прямо хотя как бы по ситуации некоторые говорят ник никого не смущает законы никто фактически не использует этот самый сленг то есть либо люди называют спецоперацию в прямом эфире тем чем она является либо они просто делают вид что ничего не происходит а что происходит это ничего не происходит куда-то плывут как манная каша как медуза уже плывут какое-то свое грядущее небытие я так думаю что большинство но москва все-таки город состоящий не из самых глупых людей большинство всего понимает совершенно не стыдно конечно данном случае за соотечественников потому что абсолютно инфантильное абсолютно рабское хоропское поведение покорность вот этих толп я не призывал и не призываю никого в ближайшее время и даже уже год назад не прибывал не призывал со времени возвращения алексея навального когда стало ясно что здесь диктатура выходить на улицу потому что это уже бессмысленно то есть это уже поздно как говорил но есть какие-то иные способы высказывания какие-то просто как-то просигнать и как вы к этому относитесь нет молчание то есть фейсбуке это какая-то одна москва я писала об этом на улице совершенно другая москва и они мало как-то пересекаются с собой друг с москва наполнена кошмарным песнопением как это у вас сказано было одном из стихов мы переходим ко второму вопросу довольно такому радикальному я бы сказал но тем не менее который должен быть озвучен безумие гаранта и безумие общество как они между собой коррелируют напрямую человек это бездомная ночь как-то так говорил гигель о человеке в сущности не известно ничего этот факт сейчас обнаруживается мы ничего не знаем о человеке и психиатрия и классическая психиатрия не может дать ответ на ряд экзистенциальных или медицинских или смесь экзистенциальных и медицинских вопросов не может поставить точку на самом деле между нормой и ненормой бессубъектное существо это такое блуждающее нечто колышащийся тростник который вчера был один а сейчас он стал другой с этой точки зрения правы и те кто говорят что гаранта безумен изначально но правы и те кто говорит что нет возможно он сошел с ума в процессе я склоняюсь конечно ко второму да то есть это был один человек а стал другой человек страна была одна 10-20 лет назад а стала другая гражданское общество было и теперь его нет все меняется и изменения подобного рода радикальные изменения касается первую очередь без субъектных особей поэтому я на будущее которое надеюсь все же наступит считаю что мы должны вести речь о новой политической нации политической субъектности иначе это совершенно такое впечатление что вокруг гаранта тоже какие-то абсолютно безвольные люди которые не могут принимать никаких решений решение 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 принимает некая бюрократическая машина которую она олицетворяет и остановить ее никто не в силах и никто не хочет если такое количество людей действует во вред себе то что они действуют во вред себе и во вред стране это уже очевидно всем даже пропагандистам они проговариваются хотя пытаются этот факт скрывать если человек действует во время вред себе то скорее всего он сумасшедший наверное есть исключение которое существует в рамках определенных культур так мы например не можем наверное назвать юкио висиму сумасшедшим в том контексте в котором он жил его самоубийство нормально но в современном мире если бы человек жил в россии и сделал бы то же самое вы бы сказали да это же просто больной придурок и были бы правы в общем регулировать психическое состояние отслеживать психическое состояние людей с точки зрения классической психиатрии и психологии казалось бессмысленно зато ситуацию которая сложилась прекрасно бы регулировали общественные институты если бы они у нас были и работали все это прекрасно регулировалось бы конституции и законами если бы они выполнялись говорят что у нас плохая конституция ну даже такая конституция регулировала бы ситуацию если бы у нас было гражданское общество и его институты как бы опять таки функционировали ничего бы этого не произошло поэтому вопрос безуменный гарант нужно уже оставить за скобками он уже ну да скорее всего да просто то что мы имеем сейчас дело это настолько масштабная историческая ситуация которая не сводима к одному знаменателю теперь если рассматривать ее в обратной перспективе становится ясно что она состоит из множества компонентов которые закладывались 20 лет назад 15 лет назад 10 лет назад 5 лет назад год назад все сложилось единую картину единую мозаику и теперь кажется что ничего никак иначе и не могло произойти общество шаг за шагом сдавало свои позиции сдавало свою свободу взамен кстати скажите взамен на что что вы получили вы получали какие-то деньги от государства деньги без гарантии ничего не значит у вас ничего нет и не было у вас не было не только Крым наша да вам не принадлежит не только нефть и газ вам не принадлежат те деньги которые вы получаете вам не принадлежит собственность которую которую вы владеете потому что ее владение не обеспечено никакими законами если не работает законы то у вас нет ничего в любой момент вы будете обобраны что сейчас и происходит посмотрите на законы например по поводу валютных операций законы по вывозу что вы можете вывести не более 10 тысяч долларов то есть человек который уезжает практически уезжает нищим потому что ну будем честны 10 тысяч долларов это ничто если вы планируете строить жизнь в другой стране с нуля справедливо и в таком случае не следует ли такой вывод из ваших сказанных вами слов что бессубъектник добравшийся до власти он обречен на безумие ну тут нельзя сказать что тут нет правил никто не нет людей которые обречены на безумие да это же все ситуации ну именно что без субъекта можно сойти с ума а можно не сойти сначала это злоупотребление своей власти сначала это накопление богатств потом наступает пресыщенность и видимо психика человека не выдерживает то есть вот есть эта хромовская дилемма иметь или быть да а оказалось что эти люди не могут иметь и не могут и быть и главное что они и другим не дают не иметь и не быть мы думали что их интересуют ресурсы и удержание власти все вполне укладывалось в эту концепцию до поры до времени но теперь мы понимаем что им не так уж и дороги их ресурсы они готовы их угробить от собственных комплексов неполноценности потому что какой бы дворец они строили он не будет подобен дворцу во франции или в италии это будет какой-то странный нелепый провинциальный дворец золотыми унитазами сколько бы денег они не вбухивали свою пропаганду это все равно будет жалкая калька с пропаганды 30-х годов сколько бы они не пытались подделываться под немцев это все равно получается я кстати не могу сказать не нам не могу сказать а назвать это как бы русским проектом они прикрываются русскими русский мир как мы видим придуман для того чтобы устроить как можно как у нее чтобы не спичтожить простить как можно больше русских тут идет уже такая тема что ну никто не сделал столько за неделю для распространения русофобии по всему миру сколько это сделал наш гарант я в этом смысле конечно выступаю против идеи какой-либо коллективной вины не надо нам кальку с того что было сто лет назад в германии у нас совершенно другая ситуация мы имеем дело не с нации в чистом виде может быть в начале века и были нации в чистом виде мы имеем дело с гемброссорослоедным обществом атомизированных индивидов с потерей или отказом от идентичности многих групп граждан поэтому я вот как-то скептически и с печалью смотрю на то как начинают люди бить себя в грудь отказываться от того что они русские вот прям все это время вот так вот чувствовали себя русскими и прям вот так прикладывались к березке и плакали это все какие-то устаревшие образы устаревшие устаревающие идентичности я не хотела бы чтобы общество продолжало играть в эти игры хорошо напоминаю нашим зрителям и слушателям что вы можете помочь нашему каналу по реквизитам которые указаны в описании видео и мы переходим к следующему вопросу вы частично его уже затронули но все-таки разберите его по основательной как ведут себя работники агитпропа и с примерами желательно если вот такие там яркие работники агитпропа это называется что ахаха или апокалипсис мяу так они себя ведут это вот единственная реплика которая вызрела в голове когда я увидела как себя ведут работники агитпропа мы не берем совсем низовое звено не берем каких-то ольгинских троллей каких-то там ботов комментаторов непонятных каких-то людей действующих по методичкам что вы делали восемь лет кстати вопрос этот поставлен неправильно правильно задавать вопрос что происходило в реальности эти восемь лет ну и так далее а возьмем людей которые по умней по образованию вот давно есть такая наталья холмогорова я не могу назвать ее дурочкой я не разделяю взгляды но дурочка я ее назвать никак не могу так вот у нее такой феерический пост о том что сейчас я пожалела о том что я не употребляю и цензурное выражение но словом на букву п в середине содержащий этот самый знак которым метится вся территория этого безумия вот этот ад который происходит да он не может произойти просто так то есть нет нет вы же знаете что гарант он очень такой человек себе на уме он не мог сойти с ума он видимо что-то узнал такое что решил предотвратить куда больше и вот это тоже то же самое слово тоже больший ад он решил предотвратить и устроил этот ад когда ты слышишь это это относительно умного человека владеющего логикой хоть и в своей парадигме и в рамках своей идеологии ты понимаешь что это уже истерика это истерика пропагандистов судя по всему никакого серьезного плана происходящей спецоперации не было а если она и была но есть как бы различные утечки из которых можно предположить что 3-5 лет назад уже были были предпосылки к тому что произойдет сейчас этот план был у какого-то очень узкого круга лица то есть даже свои обслуги они об этом не говорили иначе бы все наверное очень быстро разбежались потому что кому же все это нужно никто не хотел умирать как говорится ну так вот какой-то план был его вдруг резко решили осуществить никого не предупредили своих или раздали тупые методички о которых мы говорили выше и что же мы видим панику и смятение в их кредах ну то есть они пытаются прикрываться какими-то фиговыми листками каких-то аллогичных рассуждений но все это выглядит очень плохо и ожидания от успехов в спецоперации совершенно не оправданы сейчас я как бы замолкаю просто читайте СМИ анализируйте смотрите по моему все очевидно все прозрачно проблема в том что проблема в том что погибают люди проблема в том что уничтожается украина и уже уничтожена россия и если украина будет жить будет ли жить россия в той форме которой она существовала ранее это большой вопрос хорошо ну вот немножко чуть подробнее так называемой спецоперации в которой как вы сказали даже ее исполнителям не довели полностью все так сказать нюансы плана путина вот вопрос к чему она приведет на какой стадии она сейчас находится чем она закончится как по вашему ну я уже в общем то все сказала она близка к провалу в какой стадии она закончится очень не хочется теперь играть в каких-то провидцев и говорить что будет завтра и как написал брат Марата Гельман и Павел Гельман мне это понравилось и если вас спрашивают о планах на завтра грамотно планировать будете ли вы завтра утром пить кофе как то так понятно то есть мы тут проведем общую тенденцию общая тенденция она просто прозрачна все ясно то есть это конец да провал следующий вопрос касаемо творческой интеллигенции что она делает в контексте происходящего и как она влияет на состояние нынешней российской культуры продолжает жить в модерне плакать биться в огонь их каяться хотя люди которые не поддерживали преступную политику не являются соучастниками преступления и каяться им не в чем каяться ненавидеть все русофобия какая-то истерическая тоже совершенно нездоровое явление готовится к и кто-то уже готовится к земле я понимаю что люди растерянные что люди в отчаянии но не стоит так поддаваться эмоциям не стоит на эмоциях делать какие-то радикальные заключения не стоит строить мрачные перспективы не только относительно себя но тем более относительно всего литературного и иного культурного сообщества и тем более относительно всего населения россии я считаю что это очень неправильно на люди заигрались заигрались пост модерн до этого да теперь обратно заигрались модерн но вы можете пожить то в реальности вы можете мыслить здраво и трезво кинулись на русскую литературу я что уж греха творить постоянно писала посты критические статьи о русско-советской литературе но но не в этот раз в этот раз культуру обвинять не в чем я кстати уверена что ровно так же не в чем было обвинять обвинять немецкую культуру во времена третьего рейха не культура создает зло зло создает тот кто его делает вот и все то есть мне кажется что это опять таки бессубъектная реакция когда вы сваливаете на других на окружение погода там плохая вот поэтому я пошел там не знаю напился да книжку лету прочитал и поэтому спецоперация случилась мне тоже не нравится эти обобщения не очень улыбочные примитивные в данном случае культуру обвинять не в чем она не имеет даже того значения которое она имела в начале века мир прекрасно обойдется не только без русской культуры это цинично но это факт но обойдется без культуры в принципе по большому счету что культуре противостоит цивилизация и именно цивилизацию попирает сейчас россия именно против цивилизации она выступает выступать против цивилизации бесполезно потому что даже при том что в данный момент а это факт который мы видим за два ковидных года европейская цивилизация несколько деградировала в сравнении с тем какой она была европейские политики проявляют крайнюю слабость и кстати не надо винить себя бесконечно давайте не будем забывать о том что все это время гаранта спонсировали спонсировал запад и потокал его и взращивал подобно тому как запад в свое время взращивал гитлер это очень верное замечание кстати которое многим может не понравится в том плане что ну как правило под занавес какого-либо тоталитарного режима очень принято делить так сказать глобальное сообщество на плохих и хороших чтобы ну обычному простому человеку донести все я скажу так в этой ситуации виноваты мы все или практически мы все в большей или меньшей степени все жители планеты земля тогда это будет честно просто одни пытались сделать больше другие пытались сделать меньше или не могли или не понимали чего-то но тут деление идет не по странам не по нациям не по средам но это вопрос всегда отдельных личностей отдельных субъектов больше в большей части так окей ну и наверное в завершение я бы не стал спрашивать у вас прогноз какой-либо по ситуации ну что-то воодушевляющее все же потому что какие бы ни были мрачные времена всегда наступает рассвет я надеюсь этот рассвет будет цивилизационным в том числе и в России и даже в той России которая сейчас которая казалось бы уже падать некуда но тем не менее что вы можете сказать на этот шут ну во-первых сложно и цинично наверное говорить что-то воодушевляющее когда опять-таки умирают люди тут странно бравировать какими-то политическими планами но однако я надеюсь что если не случится самого худшего надеюсь самого худшего не случится мы просто отстроим эту Россию воистину все что я могу сказать на этот счет большое вам спасибо за сегодняшний эфир напомню всем слушателям и зрителям что вы можете помочь нашему проекту по реквизитам которые указаны в описании этого видео большое спасибо вам Алина спасибо вам спасибо вам спасибо 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 спасибо